здравствуй моя дорогая одиномышленница я обращаюсь к тебе так потому что верю у нас с тобой общие цели оставаться молодой здоровой красивой и взаимно любимой речь пойдет о легендарных упражнениях кигеля и в этом видео ты узнаешь о них нечто новое и ты увидишь совершенно новый взгляд на них и я уверяю что возможно даже если никогда ты не собиралась их делать у тебя появится огромное желание заняться таким интимным фитнесом есть девушки которые казалось бы совсем недолго делают упражнения и у них и естественный румянец на щеках и сильные выносливые мышцы и приток энергии и они купаются в комплиментах внимании мужчин они чувствуют уверенность себе одним словом чувствуют себя королевами а есть девушки женщины которые казалось бы делают те же самые упражнения однако не получают настолько мощные результаты а все дело в том что они не знают один секрет те девушки у которых такие мощные успехи они тоже не знали этот секрет просто они смогли раскрыть его интуитивно и вот сейчас этот секрет упражнение кигеля я разложу тебе прямо по полочкам вот ты вот упражнение кигеля и есть еще кое-что между вами что действительно гарантирует успех это не нужно покупать это уже сейчас есть у тебя просто ты не обращаешь на это внимание не придаешь значение и пожалуйста посмотри это видео и я дам тебе ключ разгадку и ты уже дальше сама решишь что с этим делать захочешь оставишь все как есть а захочешь воспользуешься этим секретом мы разберем эту тему без воды только по существу вопроса только четкие факты и начнем мы с трех интимных особенностей твоего тела для большей наглядности для контраста я проведу сравнение физиологии женщины с физиологией мужчины у мужчины более узкие кости таза поэтому у мужчины тазовое дно это такой мышечный гамак внизу живота у мужчины тазовое дно имеет меньшую площадь у женщины тазовые кости расположены шире и поэтому у женщины площадь тазового дна больше и к тому же у женщины в тазовом дне есть дополнительная дырочка которой нет у мужчины эта дырочка это отверстие для влагалища отверстие через которое проходит ребенок во время родов и как ты уже наверное догадалась наличие этого отверстия это не только для возможность для родов она делает тазовое дно женщины более уязвимым да потому что наличие дополнительной дырочки это дополнительная уязвимость поэтому эта возможность для внутренних органов опускаться вниз именно так появляются все эти неприятности связанные с опущением матки стенок влагалища стрессовым недержанием мочи все эти неприятности подстерегают женщину если ее мышцы тазового дна ослаблены и это первое важное интимное отличие между мужчиной и женщиной второе отличие у мужчины гормональный фон постоянный и стабильный в организме мужчины происходит непрерывный процесс выработки мужских половых клеток сперматозоидов даже если мужчина попадают в условия неблагоприятной окружающей среды например плохая экология или например недостаточно качественное питание стрессовые условия то стоит мужчине улучшить качество жизни как качество его сперматозоидов улучшится и это произойдет ровно через три месяца и процесс выработки сперматозоидов происходит у мужчины на протяжении всей жизни вплоть до самой глубокой старости женские половые клетки яйцеклетки появляются у девочки еще в утробе матери и это свое богатство девочка девушка женщина будет только тратить на протяжении всей жизни когда она свое богатство потратит что превратиться в бабушку поэтому те яйцеклетки которые сейчас есть у тебя это все твое богатство новых не будет вместе с тобой они проживают все радости и печали стрессы и болезни часть из них постоянно погибает новые не появляются и это второе важное отличие и третье отличие женский организм устроен таким образом что он живет циклами в твоем организме происходит непрерывные циклические изменения и это отражается и на твоем эмоциональном состоянии настроении и на твоих предпочтениях выборе пищи и на температуре тела и на весе и на количестве и цвете выделений и на размере и чувствительности груди на сексуальном твоем желании в целом это отражается на абсолютно всех сферах твоей жизни и это третье важное отличие в нашем обществе репродуктивное здоровье мужчины принято называть потенцией каждый мужчина очень гордится и дорожит своей потенцией в то же самое время в нашем обществе не принято гордиться женской потенцией фармацевтическая промышленность гинекологи всячески поощряют именно женскую импотенцию потому что любое маломальское нарушение гормонального фона женщины лечится всегда одинаково частичной либо полной остановкой работы яичников при помощи синтетических гормонов а это и есть частичная либо полная стерилизация я говорю тебе просто честно как действуют гормоны принимать их или не принимать это исключительно твое решение а мы с тобой подведем короткий промежуточный итог первое у женщины более широкое тазовое дно с дополнительным отверстием которого нет у мужчины второе в организме мужчины происходит непрерывный процесс выработки сперматозоидов ты же можешь рассчитывать только на запас данный тебе мамой при рождении почему мамой потому что для девочки все что касается репродуктивной функции передается по женской линии от мамы к дочке и третье у мужчины гормональный фон стабильный у тебя происходит непрерывные циклические изменения и теперь мы переходим с тобой к главному как же превратить все эти очевидные слабые звенья женской репродуктивной системы в преимущество да еще и стать при этом более красивой более женственной сейчас очень актуальны все эти тренинги по развитию женственности все эти танцы мандала женские медитации а еще курсы соблазнения мужчины плюс достижение современной косметологии можно увеличить губы увеличить размер груди или сделать нереального размера длину волос или ресниц ты можешь выбирать из всего этого многообразия то что тебе нравится это дело исключительно вкуса но ты должна понимать главное ты должна понимать что все это только внешняя оболочка это только красивый фантик в том случае если у тебя нет главного здорового менструального цикла с овуляцией овуляция это процесс созревания и выхода яйцеклетки и это то что превращает тебя в богиню даже если у тебя недостаточно выразительная внешность сравнение сравнение с другими девушками мужчины будут обращать на тебя внимание они будут хотеть тебя этот феномен ученые называют зов яйцеклетки твоя яйцеклетка заинтересована в том чтобы выбрать наилучшего отца для твоих детей поэтому она предоставляет тебе выбор большое количество мужчин из которого ты можешь выбирать и поэтому она делает тебя сексуальной соблазнительной красивой даже в том случае если ты не знаешь ни одного приема соблазнения мужчины к сожалению многие девушки даже не знают о том что у них овуляция не происходит они не придают никакого значения нарушением своего менструального цикла я научу тебя как сделать так чтобы именно у тебя овуляция происходило происходило часто и в этом помогут легендарные упражнения названы в честь доктора арнольда кегеля для того чтобы тебе было более наглядно и понятно как это получится я подготовила карту и мы начнем с тобой самого сердца твоей репродуктивной системы как ты думаешь где она находится где находится то от чего и зависит и твоя красота и женственность и твое женское здоровье это отдел головного мозга который я представила в образе загадочной девушки итак знакомься девушка гипоталамус твоя самая лучшая самая верная подруга это она озаботиться о тебе самого твоего рождения например когда тебе холодно она сужает поры на твоей коже когда жарко расширяет она заботиться о том как наилучшим образом использовать пищу которую ты кушаешь тебе во благо в общем она только теми занята что заботиться о тебе и это именно она отвечает за твой менструальный цикл за выработку твоих гормонов ее поведение продиктовано самыми древними инстинктами главное из которых выжить когда ты чувствуешь себя комфортно когда ты чувствуешь себя в безопасности она включает твою репродуктивную функцию на полную мощность и тогда ты чувствуешь себя просто принцессой королевой а вот если она чувствует опасность то она выбирает один из вариантов сражаться или бежать в твою кровь она выпускает кортизол адреналин она наполняет твои мышцы кровью моя госпожа говорит она тебе на своем языке сражайся победи эту опасность а если не можешь победить то беги а ты в этот момент не можешь просто взять и дать по морде своему обидчику или бежать от деспотичного начальника и получается что время идет состояние опасности состояние тревоги напряжение сохраняется и она не понимает сколько времени это еще будет длиться и поэтому она выбирает еще один третий вариант это притвориться мертвой она включает твой организм в режим экономии и когда перед ней стоит выбор куда потратить ресурсы твоего организма на твою жизнь или на жизнь твоей яйцеклетки она всегда выбирает именно твою жизнь поэтому все что тебе нужно нужно научиться общаться с ней на понятном для нее языке именно сейчас мы с тобой будем учиться читать по слогам на языке девушки гипоталамус гипоталамус анализирует состав крови проверяет если в организме зрелая яйцеклетка и если ее нет то через другой отдел головного мозга гипофиз и посредством крови она посылает яичникам сигнал фолликулостимулирующий и люто и лютоинизирующий гормоны эти гормоны попадают в кровь но только яичники отвечают на этот сигнал и яичники отвечают началом созревания и роста фолликула а стенки растущего и развивающегося фолликула вырабатывают два самых важных самых ценных женских гормонов это эстроген гормон женственности и прогестерон гормон материнства и эти гормоны попадают в русло крови и через кровь уже эти гормоны могут воздействовать на мышцы каким образом они могут воздействовать на мышцы эстроген это тот гормон который дает мышцам тонус силу выносливость красоту когда у тебя в организме больше всего эстрогена это же конечно на грани овуляции то есть перед тем как у тебя произойдет овуляция у тебя много эстрогена ты максимально красиво для того чтобы привлекать мужчину для того чтобы ты могла участвовать в сексуальной игре которая предполагает физическую активность так вот у тебя много эстрогена который дал тебе силу а потом обрати внимание когда у тебя происходит овуляция происходит такое изменение настроения возможно ты замечала что на несколько часов настроение меняется я давно замечала это за собой и мой муж думал что это просто особенности моего характера в этот период он называет меня соблазнительной просто злючкой но я думала что это просто я так себя веду но когда я узнала что с другими девушками происходит то же самое то я поняла что это обусловили именно гормоны потому что во время овуляции уровень эстрогена резко падает и организм привыкший к эстрогену его не получает определенное такое гормональное голодание но тут же начинают уже вырабатываться гормон прогестерон и конечно же настроение улучшается выравнивается а как действует прогестерон прогестерон он наоборот он расслабляет мышцы он повышает температуру он делает твои движения более плавными и вот так вот и действуют гормоны и получается что когда заканчивается действие прогестерона у тебя наступает менструация и потом цикл начинается сначала женщины у которых цикла нет имеют очень слабые дряблые мышцы и никакие маски кремы спа процедуры не могут помочь решить эту проблему в полной мере поэтому мы очень благодарны яичникам которые дали для нашей красоты такие важные и ценные женские гормоны и гормоны воздействуют на мышцы как мы сказали с тобой а мышцы какие они бывают мышцы бывают управляемые это мышцы рук ног спины живота мышцы лица шеи и мышцы возможно о которых ты незаслуженно забываешь это мышцы тазово дна они тоже управляемы а еще в нашем теле есть неуправляемые мышцы вот они изображены неуправляемые мышцы что такое неуправляемые мышцы это мышцы которые образуют полости некие да или какие то трубочки например маточные трубы маточные трубы это такие трубочки да по которым проходит яйцеклетка или например влагалище вагинальный канал это тоже такая трубочка мышечная для взаимодействия с мужчиной для образования пути для рождения ребенка или например матка это тоже неуправляемая мышца матка это полость для развития ребенка точно так же мочевой пузырь да это тоже такая полость кровеносные сосуды кишечник все это примеры неуправляемых мышц и конечно же ты легко можешь заняться фитнесом для любых управляемых мышц однако как ты займешься фитнесом ну например для кишечника да или как ты устроишь гимнастику для мочевого пузыря естественно что в прямом смысле этого слова этого сделать невозможно но это можно сделать только косвенно опосредованно если заняться тренировкой мышц управляемых но тех которые находятся очень близко рядом с мышцами неуправляемыми и тогда неуправляемые мышцы они тоже приходят в тонус а для чего нам нужно чтобы неуправляемые мышцы были в тонусе почему для нас это так важно потому что смотри маточная труба когда она в здоровом тонусе она должна ну не просто будет трубой да она должна вот так вот двигаться да и как щупать своим захватывать яйцеклетку и продвигать ее вот так вот внутри себя поэтому конечно же стеночки маточные трубы должны быть в тонусе для нас важно это чтобы не случилось например внематочная беременность для нас важно чтобы стеночки вагинального канала были в тонусе потому что влагалище у здоровой женщины оно образует угол наклона примерно вот так вот 30 градусов но когда стеночки теряют тонус то они как бы опускаются вот так вот складываются вниз и это называют опущением передней или задней стенки влагалища нам важно чтобы они были в тонусе и правильный угол наклона образовали поэтому для нас важно их тоже вот так вот опосредованно тренировать ну матка у нас вообще самая сильная мышца в женском теле и это такой у нас еще и энергетический орган поэтому для нас важно чтобы матка находилась в здоровом тонусе нам важно чтобы мочевой пузырь работал нормально чтобы не создавал нам никаких неприятностей для нас важно чтобы кровеносные сосуды да это тоже такие трубочки были в здоровом тонусе потому что по кровеносным сосудам для всех органов приходит кровь а кровь приносит питательные вещества микроэлементы витамины и что еще очень важное приносит кровь это конечно кислород вот подумай сколько ты можешь прожить без еды без воды сколько можешь прожить а без воздуха без воздуха ты очень быстро погибаешь поэтому для каждой клеточки твоей репродуктивной системы крайне важен кислород но ты же не думаешь что вот приходит кровь и сразу раздает всем клеточкам кислород кровь просто так ничего не отдает кровь отдает кислород только в обмен на что-то и это что-то это углекислый газ то есть кровь отдает кислород а взамен забирает углекислый газ если у клетки нет углекислого газа кровь не отдает ей кислород а где клетке взять углекислый газ а он образуется во время сжигания жиров и углеводов а жиры и углеводы сжигаются во время мышечной нагрузки во время мышечной активности именно поэтому для тебя так важно управлять мышцами тазового дна создавать эту мышечную активность и тогда каждая клеточка твоей репродуктивной системы получает необходимые порции кислорода жизненный цикл клеток не нарушается и это делает невозможным все вот эти образования о которых ты слышала да там кисты полипы это просто невозможно когда каждая клеточка получает именно нужную порцию кислорода но еще для нас важно и лимфатические сосуды потому что параллельно с каждым кровеносным сосудом проходит рядом лимфатический сосуд что такое лимфа на простом и понятном языке лимфа это санитар это чистильщик лимфа собирает все какие-то токсины яды микробы все это собирает и в лимфатических узлах утилизирует то есть это фактически иммунитет организма так вот обрати внимание что у крови есть специальный насос сердце сердце стучит и заставляет кровь двигаться по телу а у лимфы попросту нет такого сердца поэтому как мы можем помочь нашей лимфе лучше продвигаться по лимфатическим сосудам мы должны сокращать мышцы потому что вот когда я например сейчас двигаю вот так вот рукой да я помогаю именно в этих местах своим лимфатическим сосудам работать да лимфе продвигаться именно в этом месте поэтому мышцы всего твоего тела управляемые они выступают насосами для лимфы для движения лимфы но еще для нас важно и на что тоже воздействуют упражнения кегеля это конечно же кишечник потому что для нас кишечник должен нормально работать вовремя освобождаться для того чтобы своим содержимым не сдавливать работу матки яичников маточных труб в общем мы с тобой очень подробно разобрались как упражнения кегеля помогут в здоровом функционировании всех очень важных женских неуправляемых мышц что же касается управляемых мышц это непосредственно мышцы тазового дна то конечно мышцы тазового дна когда они в здоровом тонусе они обеспечивают надежную поддержку для всех внутренних органов да это такое последнее бастилия да вот поддержка для органов снизу и конечно же она должна быть надежная но тут еще один есть нюанс дело в том что не только мышцы тазового дна поддерживают правильное положение органов кроме них есть еще кто-то и это и это связочный аппарат в нашем теле очень много связок но так как у нас сейчас разговор посвящен именно женской сфере то мы рассмотрим именно те связки которые важны именно для здорового функционирования женской сферы и мы рассмотрим именно связки матки потому что не только для более взрослых женщин но и честно говоря для уже молодых девушек актуален вопрос опущения матки поэтому сейчас мы разберемся как у нас устроены связки матки для того чтобы понять как работают связки матки представь себе представь себе паутину а теперь представь что это паутина из связок и по центру этой паутины висит матка и есть связки которые соединяют матку с лобковой костью есть связки которые соединяют матку с мочевым пузырем есть связки которые соединяют матку с копчиком связки которые соединяют матку с анусом но те связки которые я сейчас перечислила во первых ты уже можешь понимать почему когда матка опускается вниз Почему она влечет за собой проблемы с кишечником и с мочевым пузырем? Потому что она как бы на связках тянет и соседние органы, опускаясь вниз. Но те связки, которые я перечислила сейчас, и еще есть целый ряд неназванных мной связок, ни одна из них не несет главную роль фиксации матки в ее правильном анатомическом положении. А есть только одна связка, которая на 80% отвечает за правильное положение женской матки в теле. И эта связка называется кардинальная связка. Для того, чтобы понять, как работает эта связка, представь себе бельевую веревку. Так вот, кардинальная связка, она висит над мышцами тазового дна. Если мышцы тазового дна, это такой гамак, то над мышцами тазового дна натянута, вот как бельевая веревка, кардинальная связка. И по центру этой связки висит у нас матка. Вот так вот она висит. И смотри, какая ситуация. Вот ты как хозяйка прекрасно знаешь, что если достаточно долго пользоваться бельевой веревкой, то со временем она может провиснуть. И то белье, которое висит на веревке, оно тогда висит уже чуточку ближе и ближе к земле. Так вот, именно это касается и кардинальной связки матки. Получается, что есть целый ряд факторов, которые способствуют именно тому, чтобы вот эта вот кардинальная связка, она могла провиснуть. Что это за факторы? Это могут быть и простудные, частые заболевания, когда ты кашляешь, чихаешь и высмаркиваешься, и вот такие толчки дыхательной диафрагмой вниз происходят. Это могут быть определенные виды спорта, связанные с тужением. Это могут быть роды или поднятие каких-то тяжестей, когда ты берешь ребенка на руки. То есть вот все действия связаны с напряжением, и они приводят к тому, что связки провисают, и матка, как и белье на бельевой веревке, она уже тогда висит чуточку ниже к земле. И чем ниже она висит, тем больше степень опущения. Поэтому врачи выделяют первую степень опущения, вторую, третью. То есть чем ниже матка опускается вниз, тем больше степень опущения. А для нас теперь важно понять, как же мы можем не допустить и предотвратить этот процесс. Что мы можем сделать? Первое, конечно, что приходит на ум, если мы дальше проводим с тобой аналогию с бельевой веревкой, то если она растянулась, можно ее укоротить. Если мы ее укорачиваем, то сразу же бельевая веревка натягивается. Также можно поступить и с кардинальной связкой. Но укорачивание кардинальной связки – это ведь хирургическая операция, и не все хотели бы, чтобы им делали операцию. Поэтому если тебе такой вариант не подходит, то есть еще и другой способ. Мы с тобой говорили, что кардинальная связка, она натянута над тазовым дном. Кардинальная связка, она крепится к фасциям. Что такое фасции? Фасции – это такие, как пленочки, как пакетики, которые обволакивают каждый орган, каждую мышцу в теле. То есть каждая мышца отделена от соседней фасциями. И получается, что кардинальная связка, она крепится к фасциям, а фасции, они непосредственно прикреплены, обволакивают именно мышцы тазового дна. То есть получается, что кардинальная связка, она и крепится к мышцам тазового дна. Когда ты начинаешь тренировать мышцы тазового дна, то они, как и любые другие управляемые сильные мышцы, приходят в тонус и становятся более рельефными, более объемными. Ну ты видела, как вот спортсмены, да, которые тренируются, какие у них здесь бицепсы появляются. Вот аналогично, когда ты тренируешь мышцы тазового дна, то твое тазовое дно тоже становится более объемным. И что же у нас получается? Получается, что когда ты увеличиваешь объем мышц тазового дна, мышечную массу, то у тебя за счет объема мышц автоматически натягивается кардинальная связка. Вот видишь, как все просто, и ты сама можешь это сделать. Являясь инструктором по развитию женских интимных мышц, для каждой девушки, которая посещает занятия, я веду карту учета и контроля результатов. В карте я отмечаю даты посещения каждого занятия, отмечаю все показатели силы, выносливости мышц, а также для каждой девушки. Я стараюсь отметить какие-то индивидуальные данные касательно женской сферы. Например, продолжительность менструального цикла, насколько болезненной менструации, и как продолжительность меняется с началом тренировок. Или, например, приемы оральных контрацептивов, или может быть установлена внутриматочная спираль. И вот все эти данные я заношу, и я решила проанализировать карты учета за несколько лет. И вот какой получился результат. 21% девушек — это те девушки, которые пришли на занятия и изначально чувствовали себя здоровыми. И получается, как только они переключили свой фокус внимания на женскую сферу, как только они начали делать упражнения, они очень быстро получили отклик, они очень быстро получили избыток энергии. Получается, что гипоталамус посылает сигнал яичникам. Яичники могут в полной мере и наилучшим образом выполнить свою функцию, потому что все неуправляемые мышцы находятся в здоровом состоянии, в здоровом тонусе, потому что тазовое дно и связочный аппарат обеспечивают правильное анатомическое положение всех органов. Никакой орган другой не сдавливает, не передавливает. Все функционирует четко, как часы. И получается, что у девушки очень быстро здоровый менструальный цикл, и она чувствует себя просто богиней, у нее просто светятся глаза, от нее просто исходит какой-то внутренний магнетизм, от кавалирования от отбоя, и в этом и есть вся сила и мощь овуляции. А есть женщины, это 42% женщин, которые приходят на занятия исключительно для решения каких-то уже проблем со здоровьем. Чаще всего это проблемы, связанные с опущением внутренних органов. Это опущение, может быть, матки, стенок влагалища, или стрессовое недержание мочи, или геморрой. И вот таким женщинам, конечно, уже нужно приложить больше усилий, более ответственно отнестись к тренировкам, для того, чтобы решить вопрос по здоровью. И некоторые из них, они решают вопрос по здоровью, например, было недержание мочи стрессовое, да, вот после курса занятий проблемы больше нет, и некоторые на этом останавливаются. А есть те, которые даже после прохождения обучения, они делают упражнения стилем своей жизни, неотъемлемой частью, и они дальше продолжают заниматься. И параллельно они еще корректируют сон, то есть они дают организму своему здоровый полноценный отдых, они корректируют питание, а питание, вот правилам питания во время интимной тренировки мы посвятим с тобой отдельную тему. И эти женщины тоже достигают наиболее амбициозной цели, это здоровый менструальный цикл с овуляцией. А есть женщины, которые принимают оральные контрацептивы, или, например, установлена внутриматочная спираль. Если вдруг у тебя установлена внутриматочная спираль, то, пожалуйста, обрати внимание, примерно через год ты почувствуешь признаки ослабления интимных мышц. Не только ты их почувствуешь, их почувствует и твой мужчина тоже. И с чем это связано? Просто я хочу тебе объяснить, чтобы ты понимала. Дело в том, что внутриматочная спираль, она выделяет маленькие дозы, но постоянно синтетического прогестерона в кровь. А яичники при этом притворяются мертвыми. Да, они живые на самом деле, но они вынуждены притвориться мертвыми, так как идет вмешательство в гормональную систему. И получается, что в организме постоянно идет приток синтетического прогестерона на фоне дефицита и нехватки эстрогена. А ты помнишь, что эстроген – это гормон силы, а прогестерон – это гормон как раз расслабления. И поэтому начинается вот такое стремительное ослабление интимных мышц. Поэтому для тех девушек и женщин, которые принимают контрацептивы, упражнение кегеля – это просто необходимость. Это необходимо делать для того, чтобы держать руку на пульсе, ситуацию под контролем, и не допустить опущения внутренних органов вниз. И мы с тобой разобрались, что оказывается упражнение кегеля – это только промежуточная цель, не главное. Сильные, здоровые, управляемые интимные мышцы – это необходимое условие для достижения другой, наиболее амбициозной цели. Это здоровый менструальный цикл. Секрет, о котором я говорила тебе в самом начале видео, то, что стоит между тобой и упражнениями кегеля – это твой менструальный цикл. И только ты знаешь, в каком он у тебя состоянии. Только ты сама можешь дать себе честный ответ. Насколько ответственно тебе нужно отнестись к упражнениям кегеля, для того, чтобы твои яичники тебя услышали. И помни, что ты не одна. У тебя есть самая верная, преданная подруга, которая всегда с тобой. Что пожелаешь, моя госпожа? Но выразить ей свое желание ты можешь, конечно же, не словами, а только действиями. И что прямо сейчас ты можешь начинать делать? Первое. Начни делать упражнения кегеля. Самый простой, легкий, понятный и естественный способ для этого – это всегда носить вот такое нефритовое яичко. Смотри. Сейчас я его вытру и тебе расскажу. Вот такое нефритовое яичко. Оно имеет очень хорошую форму, например, если сравнивать с шариком подобного веса. Посмотри. Шар и яйцо, они снизу имеют одинаковую форму. То есть с нижней части яйцо и шар, они одинаковы. Но форма эллипса создает определенную вытянутость. И это добавляет яичку вес, делает его более увесистым. При сохранении узости. И получается, что когда ты двигаешься, когда ты идешь, оно внутренние органы немножечко опружинят, происходит такое колебание. Плюс на него действует сила тяжести. И оно из той зоны, где оно нечувствительно, где ты его не ощущаешь, как тампон, оно потихонечку начинает спускаться к оргазмической манжетке, вот самой узкой зоне во влагалище. И в этом месте ты начинаешь его очень хорошо чувствовать. У тебя просто нет другого выхода, кроме как подтянуть его вверх, для того, чтобы оно не опустилось еще ниже и не выпало. И оно тебе просто обеспечивает очень-очень большое количество повторений упражнений Кигеля. Это было первое. Второе. Я тебе очень советую начать очень внимательно вести свой менструальный календарик. И не просто вести, а анализировать. Особенно потому, что когда ты начнешь делать упражнения, у тебя обязательно произойдут изменения менструального цикла. И если ты ведешь менструальный календарик, то ты это не пропустишь, ты это обязательно заметишь. Так вот, отмечай в нем и сопоставляй, как у тебя меняется продолжительность менструального цикла. Возможно, у тебя менструации были более болезненные или обильные, и вдруг они стали более легко проходить. Может быть, у тебя в одном цикле наливалось и болела грудь, а в другом цикле этого не происходит. Пожалуйста, наблюдай, удели внимание своей репродуктивной системе. В том случае, если вдруг у тебя установлена внутриматочная спираль, я призываю тебя, пожалуйста, еще раз проанализируй, подумай те выгоды, которые ты получаешь от спирали с преимуществами своего женского здоровья, своей плодности. В любом случае, какое бы решение ты ни приняла, пусть оно будет для тебя полностью осознанным. И третий, настоящий нефрит — это очень такой красивый и живой минерал. И как и любой другой минерал, он создает вокруг себя определенное энергетическое поле, которое помогает в исполнении желаний. И это уже проверено много раз. И оно действительно может помочь исполнить твои желания. Например, я хочу отправиться в путешествие на Бали. И вот от текущего момента до момента реализации моего желания 1 миллион подтягиваний нефритового яичка. И получается, что каждый раз, когда ты будешь подтягивать нефритовое яичко, ты будешь вспоминать о своем плане отправиться в путешествие. Но каждый раз, когда ты будешь размышлять, раздумывать над своим путешествием, ты будешь подтягивать нефритовое яичко. И таким образом ты можешь запрограммировать, например, позитивные изменения в твоем женском здоровье или улучшение отношений с любимым человеком. Я очень люблю эту женскую практику за то, что это обеспечивает и прекрасное женское здоровье и наполняет твою жизнь массой позитивных эмоций. Поэтому, пожалуйста, не теряй времени. Оно для нас, для девушек очень ценное. Начни делать упражнения кегеля. Я уверяю тебя, я просто гарантирую, что эти упражнения станут твоим самым-самым, самым любимым видом фитнеса. Я верю в тебя, ты можешь, действуй. Я люблю тебя и до встречи.